Итак, мы возвращаемся разговаривать о приготовлении пути к Господу. Мы приветствуем всех новых людей, которые присоединились к нам. Аллилуйя! Мы за вас молились, чтобы ваши пути были устроены. И Господь устроил ваши пути. Думали, берут до трех, поэтому я задержалась, рублялась. Все нормально. На самом деле мы продолжаем, и продолжаем все с большим и большим погружением в Духа Святого. Без Духа Святого в Писании, знаете, мы говорим о Троице Божьей. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И все время, когда мы проповедуем, Отец сказал, Иисус сделал, Дух пришел. Но вот вы знаете, это невозможно разделить одного человека на Тре. Ну, только если топором. А так-то его невозможно разделить. Как можно, вот в каждом же из нас есть Дух, Душа и Тело. Невозможно, что я скажу, вот мой Дух пришел, а я дома остался. Или наоборот, я пришел, а Дух остался дома, а Душа гуляет где-то в парке. Так же не бывает. И когда вот мы сейчас сегодня начали говорить об этом, на самом деле, мы... Я вас спросил, и кто-то здесь ответил, по-моему, Антон ответил, что Бог, уходя от нас в обители небесные, приготовит нам место. Да? Сказал, идите, и научите, и крестите всех. То есть, что такое крестить? Не крестить, это не крестные знамения. Да? А в греческом языке слово «баптизм» означает «погружайте их» в Отца, Сына и Святого Духа. Не по отдельности сначала в Отца, потом в Сына, потом в Святого Духа. Нет. А в Бога погрузить. И когда мы погружаемся в Бога, когда мы погружаемся действительно в Его Слово, а единственное явное откровение, ну, кроме всего, чего мы видим вокруг, да, Бога в нашей жизни, это же Библия, другого же нам не дано, да? Это когда мы видим общее откровение всего, что нас окружает, когда мы видим общее откровение Библии, тогда приходит личное откровение и познание Бога как личности, да, у нас внутри. Без этого никак. И когда мы говорим о приготовлении пути Господа, вот для этого начало, Анатолий продолжил, мы должны внутри себя сначала приготовить путь. Сначала у Бога должно быть открыто и приготовлен путь в наше сердце. Аминь. В наше сердце. Потому что если наше сердце будет закрыто, если в нашем сердце не будет возможности принять всю полноту Божию, если мы не захотим погрузиться в Бога Отца и Сына и Святого Духа, мы не сможем сказать, у нас путь открыт. Ну, представьте себе, для чего мы делаем крещение водное? Кто знает? Умереть. О, умереть. Когда человек умирает, его не оставляют на кровати. Его через какое-то время, что делают? Закапывают. Его же невозможно закопать так, чтобы палец остался наверху. Или там кисть, чтобы помахать. Его закапывают полностью. Так же и мы должны быть погружены в воду полностью. Мы должны полностью остаться там, все прошлое. Мы должны там раздеться, снять с себя ветхого человека и, обновившись духом, воспрять, одеть на себя нового. И это тоже приготовление пути Господа. И очень много мы говорим о личных отношениях с Богом. И вы знаете, я еще раз хочу напомнить, что пророк это не прорицатель. Пророк это тот, кто знает Бога лично. Почему мы обращаемся к пророкам? Почему всегда, даже неверующие люди, помните, Валак и Валаан, они знали, что есть Бог? И даже пророк Валаан, он знал нашего Бога. И Бог с ним разговаривал. Но вот то, что говорил пастор Анатолий, он говорил, что корысть. Корысть, она разрушает наши взаимоотношения с Богом. И когда мы ищем выгодного для себя Бога, мы перестаем видеть Бога истинного. И это преграждает путь Господа. К сожалению, сегодня и здесь, в Израиле, и во всем мире, очень много людей ищут выгодного Бога. Очень много людей уходят из церкви. Вы знаете, я много видел людей, которые уходят из церкви. Не потому, что они плохие люди. Потому что просто, когда они пришли в церковь, видимо, их не погрузили полностью. Они все равно остались где-то замешаны в этом мире. Они ищут выгодный для себя. И это не секрет. Писание говорит, что никто не ищет Бога. Все ищут своего. И мы этим грешим иногда. Каждый из нас по-любому так или иначе ищет своего. Но в чем разница между человеком Божьим и каждый из нас должен стать человеком Божьим? Потому что пророчество – это дар, который Бог дает тем, кто верен. Если мы верные домостроители в многоразличной благодати Христовой, то Бог даст нам и пророчество. Когда? А может быть и поставит нас пророками? Мы не знаем. Это Бог решает, не мы. Но тем же духом, которых Он ставит, пасторов, апостолов, Он ставит и пророков, и учителей, и евангелистов. Но мы проходим процесс очищения. Когда мы с вами смотрели на этот календарь, мы проходим процесс очищения, смирения. И почему сегодня у нас эта конференция называется пророческой? Знаете, вот раньше, вот сегодня, например, можно взять, зайти в Фейсбук и написать «Сегодня в нашей церкви пропроведует пророк Анатолий Ханн». Ну, я выдал, грубо говоря, я выдал человеку удостоверение пророка, да, печать, подпись, все как положено, фотография, 3 на 4, профиль, фас, да, или 6 на 9. И он ходит с этим удостоверением. И его спрашивают, ты кто? Пророк. А в те времена, когда мы говорили о пророках, тогда никто не носил удостоверения. Даже у Иисуса не было удостоверения Мессии. Вы знаете о вас? Ну, не выдали. Но когда он шел, все почему-то понимали, что идет пророк. Слепой Вертимей, он не видел, кто идет. Но почему-то он сказал Господь, с чего вдруг. А оказывается, если мы просматриваем с вами всю историю Ветхого Завета, когда по улице шел человек, только, может быть, наивные дети издевались над ним и кричали, что он лысый. А так все знали, вот человек Божий идет. Вот как они знали? Как они знали? Потому что разница между теми, кто жил тогда и теми, кто живет сегодня, в том, что тогда еврей, атеист, это нонсенс. Сегодня это норма. Сегодня евреи говорят, Бога нет. А Писание говорит, что те, кто говорят, что Бога нет, они какие? Безумные. Они безумные. Написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А тогда все знали Бога. Все боялись Бога. И даже, помните, еще в храме фарисеи, уже давно-давно забывшие, кто такой Бог на самом деле, их совесть обличила. И сегодня я хочу, чтобы мы приблизились немножко с вами. Я хочу, чтобы мы поговорили об этом, помолились об этом, чтобы нам открылось понимание истины. Я не говорю, что человек, смотрите, давайте возьмем с вами пророка Самуила. Все помнят пророка Самуила? Кто не помнит? Я лично помню, как сейчас. Пророка Самуила. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот он при всем, при том, что он был служителем Божьим, он знал Бога лично, он слышал голос Божий с детства. Бог, кто по ночам будил, спать не давал, иди скажи Илью, там до и пятой, и двадцатой. А тот боялся сказать Илью, хотя это слово-то Божье было, а он боялся священнику сказать. Илья уже сказала ему, да пусть с тобой Бог сделает то-то и то-то, если ты мне не расскажешь. Тот убоялся человека и рассказал. Потом его Бог посылает помазать одного царя. Причем предостерегает через него народ, не надо вам помазывать царя, смотрите, царь вам там устроит. Смотрите, что, какие у него права будут. Они говорят, а все равно давай нам царя. Вы думаете, что, у Самуила не было сомнений в том, что он говорит правду? Конечно, были. Потом одного царя помазали. У него, конечно, были сомнения, что-то Бог, наверное, поменял планы свои. Может, Бог-то не знает. Помните, как там Иван Васильевич меняет профессию? Царь-то не настоящий. Как это? Он то пророчествует нам, что царь будет всегда из колена кого? Иуды. А тут вдруг раз, жребий, 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 и везде Бениамин. Что ж такое? Бениамин. Это ж позорное колено вообще Израиля было. Позорное. Вообще признаться в то время, что ты из колена Бениаминова, это я не знаю там, но живым не уйти. Помните историю почему? Не буду рассказывать. И вдруг Бог говорит, помажь этого самого красивого из колена Бениамина на царство. И он его помазывает. Он в недоумении. Потом что-то пошло не так. У кого? У пророка пошло что-то не так? У Бога пошло что-то не так? Нет, у Саула что-то пошло не так. И он начал делать глупости. Почему он начал делать глупости, это другой вопрос. Но Бог приходит тут же к Сауилу и говорит, пойди туда-то, найди того-то и помажь на него на царство. А у этого, которого он помазал на царство уже из колена Иудина, вообще история интересная. Про него собственный папа забыл. Приходит к нему Сауилу, говорит, дети твои здесь? Он говорит, да. Все? Да. Он так посмотрел, говорит, да вроде все. А Бог говорит, не все, еще есть один. Пусть его позовет. Он говорит, у тебя еще один на своем месте. Он говорит, а, Семен, Семен. Точно. Позвал. И Бог опять, а Самуил уже вообще не понимает, что делать надо. У него уже вообще просто. Но он думает, не, я сам, может, ничего делать не буду. Знаете, тут один Павел забыл, другого помазал, он вообще там глупости понаделал. Подолопокон слушал. Он сразу, он увидит, да, сразу к Богу. И Бог ему говорит, делает, он говорит, и руль, и делай. Он опять все делает по Слову Божьему. Потом ему приходится обличать Давида, потом, ну, короче, много разных вещей было. И вот представьте себе, какая судьба у пророка. Он никому будущее не предсказывал. Он просто делал то, что ему говорит Бог. И почему же при этом при всем большинстве своем пророчества не принимают? Почему пророков не любят? Почему пророков убивали? Ведь Иисус обличал фарисеев. Но это вы убивали пророков здесь. Они говорят, нет, это не мы, это отцы наши. Мы это бы не убили, конечно. А что же они сделали это 2000 лет назад на Голгофе? Почему пророков не любят? Почему пророчества не любят? Почему в послании Павел говорит, что пророчеств не уничижайте. Почему? Потому что мы, и это было ясно, что мы будем отдаляться от момента вот этой великой благодати, когда даже язычник, проткнувший копьем ребра Иисусу, сказал, он воистину Сын Божий. Мы отдаляемся от этого момента. И все больше нам нужны пророки. Нам все больше нужны те, кто будет нести нам Слово Божие. Потому что Бог хочет через пророческие служения, через пророческие слова восстановить нашу чувствительность к тому, кто Он есть и какой у Него голос. А мы всегда хотим, чтобы пророк пришел и нам про будущее рассказал. На ком жениться? Где жить? Куда поехать? А бывает, что Он тебе наговорит, там, ты сидишь, думаешь, ну вообще, кто, что, куда там. А ты запиши себе и проанализируй потом. Я сегодня свидетельствовал Анатолия. Все, что Он мне говорил, Он не говорил мне, у тебя будет и это, у тебя будет это. Он не говорил, у тебя вот, вот это вот воля Божья в твою жизнь, вот это и вот это. Проходит время, Я отнатываю пленку назад. Ну вот оно да. Но оно так и произошло. Он мне не пророчествовал, у тебя будет, вот он говорит, нет, воля Божья, чтобы у тебя было вот так, вот так и вот так. Оно получилось не в той последовательности, но все в точности. Я свидетельствовал мы сегодня. Потому что вот так оно, потому что пророк не должен прорицательствовать, он должен нести Слово Божие. А мы, как люди, верующие, должны слышать Божье Слово. Если не слышим Бога лично, то хотя бы через пророк. И для этого нужны пророческие конференции. Аминь. Аминь.